Задача была снова выбрать именно этого персонажа, то есть, во-первых, это локация сама. Она зажата между статней арены, хоккейной ареной, и Казаньевым, футбольной ареной, где будет непотребственный чемпионат мира. То есть этот объект попадает под последнюю милю, где будет как раз огромная толпа людей проходить в мир. Мы заметили этот шквал людей в прошлом году, на какую федерацию это делали, в предыдущем году. Поэтому Нета, он не самый, может быть, популярный футболист, которого вспомнит сразу. То есть первый, это, конечно же, Яшин, но Нета не менее теплованный, и тем более, он на капитанском мостике держался очень долгое время. Он заслуженный спортсмен как в футболе, так и в фокею. Поэтому таким вот методом отбора пришли к этому персонажам. И хочется отметить, что непосредственно исторические персоны советского периода, они очень харизматичны. Поэтому выбор именно портрета, как бы хотелось отобразить его. То есть это была наша инициатива, чтобы брать не современных людей, а дать почесть нашим бывшим спортсменам. Они очень спокойны сами по себе, но и портретов, и соответственно, можно сказать по одному портрету изображения, что это был за человек. То есть знаем, всегда подходя к какой-то задаче, всегда узнаешь о человеке больше. То есть у него было, был их розовище «Бюсть», из-за его своеобразного голоса, и из-за него не мешает. Но при этом он был очень авторитетным при своей команде. По-моему, он и в «Спартаке» футбольном, и «Спартаке» хоккейном играл. И у него еще огромный бэкграунд именно тренерский. То есть он тренировал не только российские команды, но и грейбержные. Продолжение следует...